Всем здравствуйте! Вот уже больше месяца известный фигурист Роман Костомаров находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи отказываются давать прогнозы. Все это вызывает сильную обеспокоенность у родных, близких и поклонников Романа Сергеевича. Каждый день ситуация меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Изначально сообщалось, что спортсмен простудился из-за выступлений в сильный мороз. Сейчас состояние фигуриста оценивается как крайне тяжелое, у него обнаружили кровоизлияние в мозг и гематому. Роман пережил два инсульта, он ослеп на правый глаз. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутри мозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли, сообщает источник. Также сегодня врачи прокомментировали информацию о том, что фигурист ослеп на один глаз. Источник сообщает, что врачи лишь подтвердили отек, который может давать помутнение. Окончательные выводы будут сделаны после обследования. Офтальмологи наблюдают, чтобы давление не было сильного глазного, плюс отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнет спадать отек, тогда нужно будет смотреть. И не просто реакцию на свет, а на аппарате. К огромному сожалению, сепсис у Романа остановить пока не удается. Отметим, что одной из возможной причины усугубления состояния Романа после ампутации является заражение внутрибольничной инфекцией синегнойной палочкой. Пока непонятно, как медики могли допустить то, что Костомаров подхватил ее. Но эксперты уже начинают бить тревогу, что врачам-коммунарке нужно немедленно менять стратегию лечения. Будем надеяться, что совсем скоро состояние здоровья спортсмена стабилизируется. Рома, держись! Рома, борись! А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!